Вас удивит, но когда дети мечтают стать космонавтами, врачами, учителями, примерно в этом возрасте, лет, наверное, шести, я мечтал стать КГБшником. Что повлияло? Да все очень просто. Я любил фильмы про разведчиков, любил фильмы про Штирлица, любил фильмы «Судьба резидента» с нашим известным актером. И почему-то я видел себя вот в этой борьбе. И, собственно говоря, я к этой мечте шел всю свою сознательную жизнь. И уже окончив школу, я тогда еще учился, закончил десятилетку, я пытался уже узнать, как поступить в это высшее учебное заведение, которое называлось «Высшая школа КГБ», но, к сожалению, туда не брали без армии. Я абсолютно осознанно пошел в армию через год, после того, как я окончил школу. И, придя уже из армии, в 1992 году я поступил и исполнил свою мечту, хотя бог свидетель, у меня никого в системе, в этой, как мы помним все-таки, эта система, она тоже порождала некие элементы родственных связей. Если у тебя папа где-то находится на хорошем руководящем посту, тогда, наверное, ты сможешь его опасть. Ну, я смог попасть только благодаря своему усердию. Что касается того, как я стал депутатом, в общем-то, относительно моя политическая деятельность началась не так давно. Еще в 2006 году я начал политическую деятельность, возглавив Балашихинское районное отделение партии ЛДПР. Но, наверное, наша партия ЛДПР и отличается положительным образом в лучшую сторону от других политических партий тем, что если ты действительно хочешь работать, если в тебе есть какие-то задатки, и ты с высокой работоспособностью, тебе всегда дадут дорогу. И вот так, собственно говоря, за достаточно короткий срок 2006 года, как я начал заниматься политикой в 2011 году, когда я избрался депутатом Государственной Думы, я прошел достаточно, я считаю, короткие сроки.